СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сергей Нарышкин провел в Доме Российского Исторического Общества заседание Общественного Совета партийного проекта «Историческая память». Он направлен на объединение усилий государства и общества в деле сохранения культурного наследия России. Наша встреча проходит на фоне операции, специальной военной операции российской армии на Украине, достижение поставленных президентом России задач, а именно обеспечение безопасности жителей Донбасса и искоренение внешней угрозы в адрес нашей страны объединило и сплотило всё российское общество. Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей Родины, ждёт судьба изменника Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что он не любит ничего, что кровь готовь он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него. Уважаемые коллеги, о том фундаменте, которым скрепляется наше национальное единство, призван напомнить объявленный президентом Российской Федерации «Год культурного наследия народов России». Отмечу, что проект «Историческая память» изначально строился вокруг реструкционной работы, вокруг мониторинга сохранности памятников истории и культуры. По этим направлениям нам, безусловно, следовало бы удвоить свои усилия. Сергей Нарышкин поддержал инициативу Александра Хинштейна создать удобный для пользователей интернет-ресурс с подробным описанием всех памятников, которые состоят на учёте в Едином государственном реестре объектов культурного наследия. Каждый второй из более чем 147 тысяч объектов культурного наследия в России требует срочного вмешательства, реставрации. В прошлом 2021 году удалось завершить реставрационные работы на объектах ансамбля Староторшеского Николаевского монастыря в Костромской области, ансамбля Толстского монастыря в Ярославской области. Восстановлен церковь Михаила Архангела и дом Купца Иванова в Самаре. Восстановлен монумент дружбы детей мира в Артеке в Крыму. И хотел бы обратить особое внимание, в городе Орске Оренбургской области отреставрирован памятник украинскому русскому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко. Денег, ежегодно выделяемых Минкультом на проект «Историческая память», а это 700 миллионов рублей, сегодня уже недостаточно. С учётом роста цены контрактов на реставрацию памятников и количества этих памятников. В текущем году предусмотрено проведение работы по сохранению 33 объектов культурного наследия в 13 регионах. По итогам планируется завершить работу на пяти объектах. Это обелиск Петру в городе Липецке, Преображенская церковь в Республике Башкортостан, Сестринский корпус Иверского монастыря в городе Самаре и два объекта культурного наследия Толского монастыря в Ярославской области. Будет направлено в правительство предложение выделения дополнительных средств из резервного фонда правительства с срослым цен на строительные ресурсы. Как я уже сказал, до 30%. Директор исторического музея Алексей Левыкин рассказал о ходе реставрации памятника Минину и Пожарскому. Значительную часть средств на нее составляют народные пожертвования. Если, так сказать, все будет идти, как это происходит сейчас, поэтому там вовсю кипят работы, уникальные работы, потому что используются совершенно уникальные и редкие технологии по сохранению памятника. Я надеюсь, как это запланировано, мы завершим эти работы к осени этого года. Другой важной темой стали вопросы патриотического воспитания молодежи. Не остались без внимания и соотечественники за рубежом, живущие в странах, где чтить память о Великой Отечественной войне запрещено законом. И специально для тех, кто не сможет присоединиться к бессмертному полку за рубежом, мы придумали такой формат, когда они могут нашим добровольцам прислать портреты своих героев, указать фамилию, имя, отчество, указать место в России, которое связано с биографией их героя. И наши добровольцы, например, принесли бы их портреты здесь, в городах России. Например, если фронтовик принимал участие в Сталинградской битве, наши волонтеры Победы из Волгограда смогли бы принести портрет героя по Волгоградской земле в Волгограде. Ну а жители Донецкой и Луганской народных республик смогут помимо бессмертного полка принять в этом году участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Она пройдет в день окончания Второй мировой войны 3 сентября. Служба информации Фонда История Отечества.